Скажи сейчас про финансовую грамотность моей жене, она распьется тебе в лицо, потому что в любой магазин, в который мы заходим, первый, кто бежит тратить деньги, это я. Но каждый человек может прямо сейчас отложить 1 рубль, 10 рублей. Сколько ты отложил, не важно. Важно, что ты начал менять привычку. Мы отбросим вот эту всю финансовую грамоту, а все сводится к одному. Так. Все сводится к тому, чтобы заниматься любимым делом. Вот ты будешь любимым делом заниматься, и у тебя будет все офигенно получаться, и ты будешь зарабатывать деньги, и сами тебя найдут. Супер. Ртом слушаю, что человек говорит, потом, что человек комментирует, и потом, как третий человек все это переплетает с абсолютно разных, ну, типа, высот своего понимания мира. Вот. Ну, я вам так скажу, вы посредственный актер, правильно, что вы делаете подкасты, вам не стоит, не верю, так сказать. Серега, привет. Дарова. Очень рад, что могу представить тебя как концептуального художника, и чтобы наша аудитория поняла, что это вообще такое. Мы здесь вот картинки сейчас на твоих работ натыкаем, и они поймут, насколько ты крут. Что такое концепт-художник, да? Ну, на самом деле, действительно, профессия такая интересная, потому что, ну, люди, которые вот первый раз меня видят, там, спрашивают, чем ты занимаешься. Я, как правило, говорю, просто художник, либо говорю, разработчик компьютерных игр, так понятнее, потому что концепт-художник — это такие, а что ты делаешь? Вот. Я придумываю концепции, как может выглядеть персонаж, как может выглядеть локация в игре, как может выглядеть кадр в кино, как может выглядеть какая-нибудь техника, оружие. Все, что используется в компьютерной игре или в фильме, я это рисую. А, как правило, если это говорим про игру, то это в связке с какой-то командой, с арт-директором. Если мы говорим про кино, то это в связке со сценаристами, с режиссером. И, как правило, я получаю, например, какой-то текст, какую-то идею, там, техническое описание. И уже исходя из этого, я начну придумывать. Есть вот, например, понятие такое, как открытый бриф. Это когда ко мне приходит, например, заказчик и говорит, вот, слушай, вот, есть вот общая какая-то идея, да? Там, мы хотим придумать персонажа, например, который живет в пустыне, да, и постапокалипсис. Вот придумай нам его. И вот есть какой-то минимальный, там, какие-то минимальные прям входные данные. Вот, и я начинаю вот какие-то раскручивать идеи, и все это через визуальные образы. И все, и там, вау, клево подходит, там, берем работу. Ну, а скажи, а какой твой послуженный список? Я знаю, что ты работал с World of Tanks. Да, да, да. Еще какие-то есть крутые прям названия компании? Вообще, как бы, так, разные заказчики. У меня сейчас вот сложно, например, работать с иностранными компаниями, да, но, тем не менее, вот сейчас тоже пути появились, так скажем. Ну, так, раньше у меня были ребята из Гонконга, из Сан-Франциско, тоже разработчики. Вот, при этом это аутсорсинговые студии, которые просто работают на разные проекты. Например, у меня был Марвел тоже. Марвел? Да, игра. Вау. Но я их допытываю, я говорю, ну, еще там спрашивал, наверное, год назад, потому что работал давно, я говорю, блин, ребят, что за игра-то? Да мы там сами не знаем, мы подрядчики и вот этого. Но я делал арты для сюжетного ролика по Железному человеку. Там вводился новый персонаж, вот, Айронмен, вот. И, насколько я знаю, вот там в Марвел появилась девочка-приемница Железного человека, она афроамериканка. Инсайдерская информация. Вау. Ну, она, по-моему, уже, наверное... Промотайте это. Да, да. Вот. И я вот рисовал там, как они там в этой лаборатории что-то там делают. Слушай, а получается, вот эти твои работы, даже для заказчиков, которые тебе заплатили деньги, ты их все равно выставляешь какую-то свою общую... Какие-то можно, какие-то нельзя, да. Некоторые под НДА, это такой договор есть, что вот там до момента публикации там в продукте, да, в игре там или в кино мне нельзя вот это показывать. То есть и у меня есть, ну, такое определенное количество проектов, которые я не выкладываю. И я даже не знаю вообще, какова их судьба, потому что закрыты они там или они вышли в продакшн, там опубликовались. Так, расскажи, а твой путь вообще от начала, с момента, когда ты вот начинал какие-то мелкие заказы брать, и вот сейчас ты уже вырос в какого рейтинга художника? У вас же есть градация, получается? Да, да, да. Ну, вообще, путь был на самом деле непростой, потому что вообще рисую я с детства. То есть я вот уже в детском садике там начал на заказ рисовать ребятам. Маме, бабушке? Да, да, да. Но я помню, у меня была история, мне потом, ну, мама рассказывала, что у нас был мальчик в садике, и я ему постоянно рисовал тоже. Ну, мы любили уже супергероев в тот момент. Нет, я ему рисовал, короче, всяких супергероев. Окей. Вот. Машинками там мы в тот момент, ну, как-то у нас компания такая там образовалась, что мы не играли, знаешь, есть дети, которые делятся, которые играют машинками, там, тракторами, а мы играли вот дядьками, супергероями. Постоянно у меня какие-то были вот какие-то монстры, там, еще что-то. И мне нравилось изначально вот этими образами как-то играть, придумывать какие-то сюжеты. И все, и вот мне ребята просили, типа, нарисуй мне вот этого персонажа, нарисуй вот этого. И я вот как умел там в садике рисовал. И этот мальчик, он потом у себя на стене над кроваткой вешал, мне рассказали. Ну, вот. Потом там в школе что-то я рисовал. А что с этим мальчиком случилось? Я не знаю. Я помню, мы однажды с ним подрались, когда подросли. И на этом все закончилось. И на этом все закончилось, да. Такой вот у меня был первый заказчик. Не сошлись с интересами. Но потом я как-то, ну, вообще я начал ходить в художку, 8 лет в художке отучился. Но я на тот момент, я не понимал, что можно работать, вот, именно создавая такие прикольные штуки. Там персонажей, да, каких-то роботов, монстров. Я думал, это все такое сведется к тому, что там стану каким-то архитектором, например. Ну, и мне это казалось неинтересным. И в художке я учился так, а бы как. То есть я постоянно прогуливал, ходил на тренировки по карате. Там сбегал, помню, со второго этажа по пожарной лестнице сбегал. Вот, дрался там. Постоянно у меня было отвратительное поведение. Хотя меня переводили по успеваемости на класс выше. То есть у меня так быстро, легко получалось, что меня перевели в старший класс. В первый же день я там со всеми подрался, у меня обратно, короче. Так ты скажи, вот сейчас, пройдя весь этот путь, вот у тебя сейчас есть понимание, что ты занимаешься любимым делом, раз, то, что тебе действительно приносит большие деньги, два. И планируешь ли ты работать дальше на такие крупные компании, либо уже у тебя в голове есть, используя свой навык, как его можно в что-то свое, в свое любимое дело, типа а-ля Марвел, масштабировать. Ну вот смотри, вот по поводу пути, да, то есть в саму профессию был вход у меня сложный, потому что я на какой-то период забросил рисование, я подумал, что вот я хочу быть актером. Я выучился в театральном институте, закончил его. У тебя жизнь покидала. Покидала, да. Потом я еще и тренером работал. То есть я перепробовал много разных профессий, пока я не нашел себя. И вот я помню момент, я даже помню вот, даже визуально, как это, я помню, шел по улице у себя там во дворе, у меня была очень сложная финансовая ситуация, я тогда ходил по кастингам, вот. А в силу того, что я рассчитывал сниматься в каких-то трюковых кино, я тогда такой был раскачанный, и полностью вот оно не совпадало. То есть я приходил на кастинг, и вроде бы, как бы, вроде бы кажется, моя роль, да, но нет, не подходишь там по габаритам и так далее. Вот, брали там на каких-то преступников НТВ-шные сериалы, там что-то такое. И мне это крайне не нравилось. И при этом я помнил о том, что я всегда с детства рисовал. Я такой ходил и задавался вопрос, а что мое, вот к чему я могу как бы себя отнести, да. Вот, я подумал, что надо все-таки попробовать, надо попробовать вот это художественное направление, так скажем, я себя заставил, то есть у меня не хватало усидчивости, у меня тогда не было компьютера там нормального, не было планшета. Я там помню на последние деньги купил такой маленький планшетик, и все, я начал учиться. То есть я сам учился, вспоминал, что в художке нам преподавали. Но уже интегрируя технологии, да. Да, то есть я уже начал Photoshop изучать самостоятельно, потом 3D-программу начал самостоятельно изучать. То есть у меня появилась такая мотивация, цель, потому что у меня был еще друг, ну он сейчас у меня есть, он иллюстратор. Его позвали, он выиграл конкурс, его позвали в Blizzard, он ездил в Калифорнию. Это создание игр, да, вот это? Да, World of Warcraft, вот эти все, да. Ух ты. Вот, и я так, глядя на него, причем мы снимали с ним квартиру вдвоем. Вот, я тогда снимался в кино, а он вот сидел у себя в комнате рисовал. А как зовут его? Андрей Кузинский. Давай, передай, привет, Андрей. Привет. Вот, причем популярный художник, он там свои конкурсы устраивает, и у него такой комьюнити вокруг него образовалось. Я так, глядя на него, смотрел, думал, блин, офигенно, такие возможности есть. То есть можно уехать за границу, например, да, там, можно работать на крутые компании, на крутые проекты, в которые сам играешь. А можно, по сути, не уезжать. А можно не уезжать, да, можно остаться здесь. Он не уехал, то есть его звали, да, он остался здесь, то есть ему как бы не зашло жизнь. Вот, он там походил, погулял. Но он попытался. Но он даже не пытался, то есть его позвали, он туда приехал, он там погулял, посмотрел, он в целом так все взвесил и подумал остаться здесь, в Москве. Вот. И глядя на это, я как бы сказал себе, окей, надо начать и надо тоже себя в этом плане натренировать. И был большой период, когда я прям вот старался, я пытался, я там сделаю какую-то картинку, отправляю тестовую. В разные компании тестовые отправлял, и меня везде просто блочили, везде говорили, нет, чувак. Блочили? Ну, не то, что блочили, а как бы спасибо, но... Типа ты надоедливый такой. Как бы я там, я помню, в Mail.ru раньше она называлась, я там раз 10, наверное, отправлял свое резюме, потому что на тот момент считалась как бы эта компания, она и сейчас крупная в плане игроделания. Вот, но сейчас она уже не Mail.ru называется, она сейчас перешла в ВК, вот, а теперь она называется MyGames, то они отделились. Круто. Вот, и я, например, во многие студии отправлял, и в маленькие, где мобилками занимаются, и в более крупные, и меня никуда не брали. По времени сколько это период был? Ну, это был, наверное, год. Год. То есть целый год я... Ну, а вообще учился я там с 2015 года, я прям так серьезно начал к этому подходить. Я помню, был такой момент, когда денег не было, но цель была, да, то есть устроиться в какую-то из компаний. Мне друг предложил, типа, не хочешь поработать продавцом в магазине? Ну, вот, причем как бы такой маленький, варечек такой был. Это какой год? Это, блин, это вот, наверное, 2015 как раз. Слушай, у меня прям история... Ты читал Мартин Иден Джека Лондона? Давно очень. Вот прям очень похожая история на тебя. Ну, вообще, Джек Лондон, он же очень много профессий перепробовал. Он же где только, кем только не работал. И Мартин Иден — это собирающий такой образ, вот прям очень похожий. И он в итоге, типа, всем тоже рассылал свои писательства. Сначала он так это называл. А потом в итоге, когда его все признали, он покончил жизнь самоубийством. О, не дай бог. Просто прочитай советы. Вот я пошел работать в магазин. Я помню, там просто ты 10 часов сидишь в маленьком, в таком ларечке. А там, короче, были эти фейковые сумки, кошельки, вот эти перчатки. Там такая кожа-галантерея. И ко мне никто не подходил. То есть, и мне как бы так, ну, не подходить, а я сижу рисую. И все. И я все 10 часов, вот каждый раз я когда приходил на смену, просто тупо 10 часов я сидел. Там только в туалет схожу, там схожу поем, и все. А тебе платили за... За смену платили мне. Без процентов, да, типа, с продаж? Ну, там тоже с процент продаж был. Я уже просто не помню. Но это были какие-то смешные деньги. И я для себя это как челлендж такой сделал. То есть, вот у меня нет выбора, все. То есть, я пришел, я сижу, я сижу на месте. Я не залипаю там в телефон, я не читаю книги. Я вот рисую, сижу. И все, я сидел, я смотрел видеоуроки разные. То есть, я это повторял, рисовал, рисовал, рисовал. Рисовал до тошноты, можно даже так сказать. Вот правильно говорят, что вот творчество, оно рождается в муках в какой-то степени. Вот так и есть. То есть, у меня был достаточно длинный период, когда ты видишь, как профессионалы рисуют, а ты так не можешь, у тебя так не получается. Но ты стараешься, стараешься, и ты не понимаешь, как сделать так, чтобы был такой крутой арт. Вот. И вот это чувство всегда такое тяжело это все давалось. Знаешь, как в спорте ты занимаешься, пришел в качалку. Вот я всегда сравниваю со спортом. Ты пришел накачаться, и первые твои шаги, первые несколько лет, они самые тяжелые. Потому что тебе даже там среднего веса гантель, она тебе кажется просто неподъемной. Можно, чтобы мышцы привыкли, чтобы память выработалась. Да, да, да. А потом болит все после тренировки. Ты очень тяжело восстанавливаешься. А когда у тебя тело уже натренированное, ты уже гораздо легче проходишь. А сколько часов, ты думаешь, ты больше 10 тысяч провел за практикой рисования? Ну, вот сложно сказать. Вообще есть такое понятие, да, что проведи 10 тысяч часов, и ты как бы добьешься мастерства, навык, ты его прокачаешь. Ну, наверное, может быть уже да, потому что у меня вот с того самого момента я рисую каждый день. И это даже было, можно сказать, в ущерб каким-то моим отношениям, например, семейным, да, потому что у меня жена понимающая, то есть она поняла, что вот это моя цель, это то, чего я хочу. И она мне давала возможность спокойно сидеть, заниматься своим делом. Причем у меня была табуретка такая, просто обычная, без спинки, такой старенький ноутбук, маленький планшет. Я просто часами сидел там, и у меня там спина отвалилась, задница каменная остановилась. Но это стоило того, то есть вот сейчас я вспоминаю, и вот это, наверное, такая особенность моего характера, то есть если я себе ставлю какую-то задачу, вот ты разбейся в лепешку, но ты ее должен сделать. Ну вот, и я вот на ней сосредоточился, а было сложно, потому что хотелось там, звали на кастинге, потому что, знаешь, вот когда вот тебе это стало не надо, а тебя начали звать. Я такой, блин. В кино. Да. Я такой, блин, ну, такой думаешь, вот вроде бы уже устроился там в компанию. И тут тебя зовут на проект. Как проверка такая. Да, проверка. Как ты готов, вот готов ли ты отдаться этой цели полностью? Ну, причем я хочу добавить, что я помню, мы на одном из проектов с тобой вместе работали, и я помню, ты очень круто пародировал каких-то таких популярных личностей. И у тебя есть что-то в голове? Ой, ну, популярных, я помню, я знаю, что я хорошо пародирую акценты. Михалкова, Михалкова ты пародировал. А, ну, это вот так, ну, собственно, так сказать, я помню, мы с тобой, Максимушка, как-то сидели, да, вот это у меня, собственно, усы. Вот. Ну, я вам так скажу, вы посредственный актер, правильно, что вы делаете подкасты, вам не стоит, не верю так сказать. Круто, круто, вообще. Ну, вот, видишь, осталось, значит, у тебя талантливый человек, талантлив во всем. Ну, знаешь, вот я, вот это актерское, тоже в какой-то момент, когда я вот усилил свой фокус на рисовании, я потом начал думать, когда я уже более-менее освоился в профессии, я начал думать, ну, не стоит же выбрасывать весь свой багаж, да, куда-то за борт. То есть он же ведь все равно, это бэкграунд, который мне пригодился однажды. Вот это моя театральная школа, да, то есть какой-то опыт работы там в сериалах, в кино. Я подумал, как это можно интегрировать сейчас в ту профессию, чем я сейчас занимаюсь. Я, например, начал заниматься спикерством, то есть я иногда езжу на выступления, вот, я делюсь, то есть я готовлю какие-то лекции и рассказываю ребятам, как придумать персонажей, как придумать там свою вселенную, какие есть законы, как это все работает. То есть ты не обучаешь кого-то конкретно, а просто передаешь опыт вот в процессе каких-то выступлений, лекций? И передаю опыт, и обучаю тоже. То есть у меня есть ученики, которые ко мне приходят, это называется менторство. То есть это не прям как там курсы, да, какие-то полноценные, а это вот менторство, когда приходит человек с запросом, то есть он уже работает в индустрии плюс-минус, да, либо начинает, и он там хочет изучить какую-то программу, он хочет изучить какие-то подходы там, да. А у тебя уже есть имя в этой индустрии, получается? Ну, я бы не сказал прям имя, да, но я известен в этой индустрии, то есть меня знают художники, меня знают из-за границы тоже ребята, вот. Я учился у голливудского концепт-художника, у Джамма Джурабаева, это таджик. Звучит прям как из Голливуда реально. Да, 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 это таджик, который тоже вот прошел такой как бы этап роста, и теперь он работает, он живет в Великобритании, он топовый концепт-художник, просто вообще крутой, он ко всем классным фильмам делал концепты парк юрского периода, вот новые, которые части первому игроку приготовиться, ну, блин, ко всем вот таким топовым. А ты считаешь, что у вас уже сравнялись примерно уровни, или тебе еще до него нужно работать? Знаешь, вот как-то я от одного художника услышал такую интересную мысль, что для заказчика в какой-то определенный период становится неважно, кто к нему, кто ему делает работу, супертоповый художник или там околотоповый, так скажем, да, потому что он уже не видит разницы, по большому счету, он ее уже не понимает. В цене только есть? Только в цене и в имени, понимаешь? То есть если, например, ну и опять же, конечно, опыта у него больше, потому что он работал на крупной студии, он был арт-директором в Lucasfilm, то есть, естественно, я с ним не сравнюсь, этот человек как бы еще очень многому меня может научить. Надеюсь, он посмотрит наш подкаст и хорошо о тебе будет отзываться тоже. Ну, это реально очень-очень крутой человек, очень крутой художник, и мне было приятно у него учиться, приятно с ним общаться. И он такой, знаешь, есть такие ребята в индустрии, он мне сам тоже про это говорил, что приходят в топовые студии, считают себя топовыми художниками и капризничают. Я говорю, да ладно, то есть прямо даже вот на этом уровне, когда приходят крутые спецы, он говорит, да, то есть есть прямо, которые могут психануть, например, или ему режиссер говорит, ты там сделал не то, переделывай, его это раздражает. Темперамент. Темперамент. То есть это плохо, эго, оно же тоже растет. По мере твоего навыка, да, ты становишься там каким-то крутым специалистом, у тебя эго тоже начинает расти. Если ты его не будешь как бы воспитывать, свое эго, сдерживать его, понимать, что как бы, блин, да, ты молодец, но не сознавайся. И вот это очень важно, это так называемая трудовая этика, она очень важна. Я вот вчера смотрел подкаст с Арнольдом Шварценеггером, я тебе его скидывал. Это вот он в промо его книги. Новые книги, да. И он абсолютно рассказывает, я вот ушел от того, где я, в сторону мы. То есть я прихожу в ресторан, и мне обычно бронируют место где-то в углу, а я говорю, нет, почему, давайте мне прямо в центре со всеми, с толпой, потому что, говорит, я есть люди. Я типа, ну типа, мне вообще несложно пообщаться с кем-то. Он говорит, я настолько простой. И самая крутая мысль вот к твоим комментариям, к твоему высказыванию, то, что он говорит, я вот такой же пламбер. Пламбер — это плотник. Он же раньше на начале своей карьеры просто занимался... Да, строительством. Обычным строительством. И он говорит, неважно, я сижу на... Где-то снимаюсь в кино, и типа мне делают грим. Я те же 10 часов у камеры торгую лицом. Неважно, я, ну типа, какие-то трубы устанавливаю, те же 10 часов работаю. В зале те же 10 часов. У него настолько простой подход, по сути, к жизни. И вообще в сравнении с тем, какого количества вообще наград в разных направлениях он добился, суперпростой чувак. Слушай, вообще Арнольд Шварценеггер — это же раньше для меня была путеводная звезда. То есть в институте... Я раньше был фанат Джеки Чана в детстве. А потом в институте, когда я начал интересоваться качалкой, вот у меня путеводной звездой стал Арнольд Шварценеггер. И в первую очередь он для меня стал примером своей жизненной философии. Как он добился вот этого успеха. Это же просто человек-успех. Вот Арнольд Шварценеггер равно успех. Олицетворение, да. И вот про него же говорят, это голливудская улыбка, это же ведь сравнение с ним. То есть это ему принадлежит. Вот. И мне очень нравится его мысль о том, что нужно визуализировать. Вот он всегда об этом. Еще в ранних интервью, в ранних там своих книгах он об этом писал, что самое главное — это визуализация. Нужно четко видеть свою цель. Прямо четко. И вот он говорит о том, что сейчас проблема современных людей в чем? Особенно детей. У них полностью все внимание рассеяно из-за того, что у них есть там гаджеты. Вот. И они не проводят время наедине с собой. Вот. Он говорит, что я мог на уроке сидеть там, да, учительница что-то там рассказывает, а я там сижу и смотрю в окно. И все. И я ушел мыслями туда. Я представляю, как я там мистер универс, как я играю мускулами на сцене. Арнольд, очнись. А, да. Вот. Вау. Реально, да? Да. И вот очень важно уединяться, мне кажется. То есть оставаться наедине с собой. Вот там пойти погулять там с собакой где-нибудь в парке там, да, или там просто одному погулять. Посидеть, просто подумать. Без музыки, без книги. Просто вот почувствовать себя. Слушай, это очень крутая параллель. Вот ты говоришь визуализация. Смотри, ну, чтобы визуализировать, нужно четко ответить себе на вопрос. Какая конечная точка, в которую я хочу прийти? А потом, когда ты ее уже, ну, представил в голове, тут уже фантазия, ты даешь волю до фантазии, начинает работать за тебя. И ты, кстати, мне вот в ответ вчера скинул тоже невероятно крутой подкаст. Тоже оставлю ссылочку на него в описании. Про то, как, я считаю, вообще в целом контент в Ютубе и в Инстаграме должен выглядеть. Вот мне, допустим, супер далеко еще до этого, потому что я молодой, и у меня какой-то есть свой жизненный опыт, но просто мне интересно проводить время, и я хочу делиться вот какими-то такими же важными мыслями с аудиторией. Но вот в твоем подкасте, который ты мне скинул, там 70 лет, трое мужчин. Один нейробиолог, второй астрофизик, третий там физик-математик. И знаешь, со стороны вот этого своего опыта, я такой просто, знаешь, у меня ассоциация, вот если бы сидел Дудь, ну, к примеру, он бы не смог задать тупо такие вопросы, потому что его мировосприятие совершенно на другом уровне. А сколько ты зарабатываешь? И вот такие банальные вопросы, которые, ну, типа... Уже они вот здесь действительно, да. А тут он, знаешь, я вот просто с открытым ртом слушаю, что человек говорит, потом что человек комментирует, и потом как третий человек все это переплетает с абсолютно разных, ну, типа, высот своего понимания мира. При этом они же говорят, один нейробиолог, да, там один физик-математик, другой там астрофизик, и они на одном языке все равно общаются. Да, находят эти точки соприкосновения. Да, да, и они понимают друг друга, то есть не так, что один говорит, второй там а, что, пустота. И вот они между собой прям вот там такая энергия. И вот смотри, вот мне прям очень нравится, применительно к этому хочется добавить, что вот один раз, допустим, полтора-часовое видео, ты такой впитал всю эту их накопленную информацию в себя, тебе нужно время. Да. Тебе нужно время это осознать, вот так вот, знаешь, по полочкам разложить, и, может быть, начать визуализировать свое какое-то, типа, путь, конечную точку. Почему? Потому что если ты после этого видео начнешь смотреть еще, либо забивать контентом каким-то пустым, да, свою голову, где у тебя место останется, чтобы вот свое что-то... Нужно осмыслить то, что ты увидел, то, что ты прочитал. Абсолютно. Вот как ты, да, прочитал книгу, закрыл ее. И следующую начинаешь. Да, и вот это вот, это просто чтение получается ради чтения. Даже вот об этом же этот говорил, если я не ошибаюсь, об этом говорил Эйнштейн. Он говорил, что слишком частое чтение вызывает ленность ума. Ленность. Ленность ума, да. Поэтому вот ты прочитал книгу, и ты вот закрыл ее, и тебе надо походить и подумать о ней, вот повспоминать какие-то сюжеты, да, подумать о том, что хотел сказать этим автор. Вот. Я считаю, вот такой подход должен. У меня прям мурашки. Вау. Слушай, а давай вернемся к тебе и завершим. Вот в итоге ты приходишь сейчас в точку, когда ты уже наработал навык, ты уже с какими-то крутыми и людьми, и брендами поработал. Вот есть у тебя желание дальше расширяться в что-то свое, или все-таки ты еще считаешь, что надо как-то наращивать свой скилл, да? Ну, наращивать скилл, его нужно всегда и можно, потому что такая профессия, где у тебя нету предела совершенства. Ты всегда-всегда прокачиваешь свой навык. Вот. А в профессии у нас есть, если мы говорим прям вот про профессию, про рабочие моменты, у нас есть такое понятие, как горизонтальный рост и вертикальный рост. Горизонтальный — это когда ты улучшаешь свои навыки, и ты становишься просто невероятно крутым спецом, но ты как бы из своей области не выходишь. То есть вот я концепт-художник, и я вот двигаюсь в этом. И я кайфую, например, от процесса. Вот. А есть вертикальный рост. То есть это когда ты из концепт-художника, например, перерастаешь в арт-директора. И ты уже не рисуешь. Ты уже, например, раздаешь фидбэки людям, ты уже руководишь командой. Потом из арт-директора ты вырастаешь в какого-нибудь там продюсера, например. Вот. Потом в SEO, да, основателя какой-то компании и так далее. Вот есть яркий пример, опять же, в Lucasfilm. Док Чан, по-моему, если я не ошибаюсь, его зовут. Он начинал с обычного концепта-художника, рисовал «Звездные войны». Вот. При этом он вообще как бы особо не рисует там в 3D-программах, он просто рисует маркером там, фломастерами там, ручкой. Вот. И он так долго работает в этой компании, и он вырос до президента, по-моему, вице-президента или президента Lucasfilm. Он отвечает за вообще, как выглядят все фильмы в «Звездных войнах». Он отвечает, как выглядят игрушки, которые продаются. Он отвечает за парк аттракционов «Звездные войны». То есть это к вопросу о том, что иногда не столь важно быть инвестором и понимать, как инвестировать и приумножать деньги. Иногда твое желание и вот твой вертикальный рост, именно его достаточно, чтобы обеспечить полностью все свои нужды и потребности. Потому что, видишь, иной раз мы иногда думаем, что мы можем какую-то сферу освоить, но с творческими людьми ситуация такая, что как бы очень многие предпочитают оставаться в творчестве. Вот тот же Джамма, например, говорил о том, что поработав арт-директором, да, то есть ему все-таки больше нравится работать руками и рисовать. Вот. Я сейчас нахожусь на распутии в этом моменте. То есть, во-первых, я еще как бы не совсем вырос в арт-директора, я считаю. Вот. Я думаю о том, вот какой мне рост для себя выбрать, да, то есть что я хочу, пока я вот еще над этим думаю. Вот. Потому что интересно попробовать затронуть сферы, там, арт-дирекшн. Я пробовал, и мне понравилось. То есть мне понравилось, там, раздавать фидбэки всем направо и налево. Говорить, да. Руководить. Все говно переделывать. Ну, смотри, ну, мне просто интересно. Вот у тебя, я считаю, есть очень правильный такой прикладной скилл, умение, да, которое ты можешь, а передавать, как ты уже и делаешь, ну, в большем масштабе. И то, допустим, что есть за границей в других странах, что круто развито и что ты видел. Это же можно, по сути, вот сейчас есть, идет импортозамещение, да, в производстве, в каких-то там товарных направлениях. Но ведь то же самое есть и в мультиках, то же самое есть и в каких-то играх. Допустим, столько всего крутого можно создать здесь. То есть заменить. По сути, я считаю, очень много художников из наших стран рисуют на, благодаря большей зарплате, на какие-то крутые зарубежные игры, мультфильмы, фильмы. Почему нельзя вот как-то объединить силы под одну компанию и сделать вот достойный, альтернативный продукт и типа, и чтобы весь мир такой, вау, а это же, это же, по сути, особенность этого, этой территории континента. Вот прям подчеркнуть то, что есть и вывести это в большое, типа, альтернативное там вселенную или какую-то, ну, вещь, которую люди бы ценили во всем мире. Ну, есть такие проекты. Уже? Ну, есть, да. Есть ребята, которые там создают уже свои продукты интересные. Например, Киберслав. Киберслав. Окей, посмотрим. Да, это будет мультфильм. Маша и Медведи, я знаю, на ютубе. Маша и Медведи. Ну, они очень популярны за границей, например. И есть, на самом деле, много проектов. И, например, вот недавно была игра, как же она, Atomic Heart. Atomic Heart, я музыку слышал. Да, супер популярный. Ну, вообще, очень зашло всем. Да, да, круто. Вот, и я думаю, такие проекты будут появляться, будут обязательно, потому что, когда вот произошел массовый исход, да, из России и многих компаний, как бы у нас так перекати поле, грубо говоря, осталось. Ну, вот. И я считаю, что это нужно заполнять. И сейчас самое удобное для этого время, когда возникло понимание, что у нас есть дефицит каких-то своих идей. Потому что мы очень много, да, копируем с Запада, потому что это уже успешная модель. То есть, ну, вот, ты там видишь игру какую-то, да, и ты понимаешь, ну, вот она успешно реализована. Ты просто берешь, ты делаешь здесь, да. Вот. Просто некоторые, особенно крупные компании, вот как я понял, они боятся экспериментировать, все-таки есть такое, потому что у них уже есть своя стратегия, и они уже, что есть, у них основной акцент на зарабатывании денег и удержание того, что у них когда-то выстрелило. Но вот сейчас я считаю, что за инди-студиями есть вот… Какие? Инди. Инди-студии, это как бы инди-разработчики, это маленькие студии, которые не обременены как бы какими-то крупными бюджетами, какими-то вот этими рамками, когда они должны там четко попасть в рынок и так далее. А что нужно? У инди-студии сейчас, у них как бы свободные руки, и они могут экспериментировать. Инди-студия, это сколько человек? Ну, это не больше там, наверное, тысячи человек, я думаю. Но и то это уже большая студия. Вот. Обычно там 500 человек плюс-минус. И они занимаются вот прорисовкой, анимацией? Ну, вообще, инди-студии, это разработчики, то есть они могут делать игру, они могут делать там комиксы, они могут делать что угодно, по сути. То есть это такая небольшая команда разработчиков, у них есть там какой-то инвестор, инвестиции какие-то имеются. Но самое главное, что их отличает, это то, что у них есть свобода творчества реально. То есть они выходят на рынок с той задачей, чтобы удивить, попасть и сделать что-то свое. Использовать воображение. Да, да, да. Тут же безграничный вообще полет фантазии. Все, что в голове у тебя в ДНК записано, ты можешь переложить на новый мир, и этот мир, особенно вот в век наших технологий сейчас, очень легко можно коллаборировать и распространить по всему миру. Я считаю, что вот нашу культуру, да, наши славянские сказки, вот тоже сказки Старой Руси, есть художник Роман Попсуев, например, тоже стали суперпопулярны они сейчас. И делают игру 1С. Он сперва делал просто скетчи, вот, потом создал группу там ВКонтакте, потом он начал выкладывать различные мини-истории такие, разных персонажей. Он их нарисовал, например, богатырей, но на современный лад как бы они выглядели в компьютерной игре. И это стало очень тоже популярно. Люди начали косплеить эти образы, то есть костюмы там начали на фестивалях там выступать и так далее. И теперь 1С, например, они сотрудничают вместе, там он артбуки делает, и вот сейчас будет еще и компьютерная игра. И я считаю, что у нас огромный потенциал, у нас богатая культура, и можно ее использовать как референс, брать там что-то за основу, потому что, например, вот есть для меня такой, один из любимых проектов это «Ведьмак». То есть книга изначально, там Анджей Сапковский ее писал. Ну, естественно, то, что мы получили в игре, это очень переработанный продукт, но тем не менее, то есть там всем кажется, что это славянская фэнтези, но на самом деле это не совсем славянская фэнтези, и даже как бы Сапковский сам об этом говорил, что это классическая фэнтези, все равно это европейская такая мифология. А у нас есть свои образы, которые мы можем использовать, но вот только начинаем, наверное, это, видимо, делать. Ну, благодаря таким вот художникам, как ты. Ну, я, видишь как, я тоже, у меня как бы есть, так скажем, не то чтобы страх, а есть такое, знаешь, как прокрастинация такая. То есть ты сидишь такой, думаешь, с чего начать. А что тебе не хватает, подожди? Вот что тебе не хватает? Денег, ну, каких-то инвестиций извне? Да нет, тут, наверное, знаешь, тут надо просто за что-то зацепиться. Это же такой творческий процесс, он сам по себе такой, такой, его сложно структурировать, я так считаю. А тут нужно просто зацепиться за что-то. И вот я, например, сейчас, кажется, начал зацепляться. То есть я залез в свои старые работы, где еще писал рассказы, вот. Они мне так сильно понравились. Я говорю, блин, прикольно так, ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, я подумал, что, блин, здорово, надо вот, вот есть вот персонаж, который мне очень нравится, которого я вижу, как будто бы это я там, в том мире, да, и вот начинаю вот вокруг этого что-то простраивать, как-то так потихонечку одевать, одевать идеями. Вот. И вроде бы я зацепился сейчас, вроде бы появился такой интерес, потому что, ну, у меня вот это мой склад характера. То есть я могу начать, потом могу бросить, уйти, начать заниматься другим. И у меня даже в портфолио вот так. У меня вот арт-директор, например, говорят, вот как, вот смотришь на твой портфель, у тебя и это, и это, и это, и это. То есть ты и персонажи рисуешь, и там окружение, и прочее, прочее. Обычно как? Что-то одно. Да, что-то одно специализируется. А мне вот интересно все. И я вот, например, загорелся идеей, я начал ее реализовать, оно вроде бы пошло, и потом раз так, тумблер переключился, и такой, блин, что-то надо пока другим заняться. Окей. Ну вот. И вот это такой сумбурный процесс, хаотичный. Все рождается в хаосе. Вот у меня так. Вот как раз к слову о хаосе. Я знаю, что ты какое-то время импровизировал, тестировал некие вещи, которые, возможно, тебе давали этот творческий посыл. Может быть, вот расскажи свое мнение, потому что сейчас, знаешь, очень много ходит историй, комментариев по поводу там айвазки, грибов, там псилоцибиновые какие-то, микродоузинги. Я знаю, вот в Сан-Франциско все крупные директора каких-то стартапов, компаний, они прям сидят на микродоузинге. Я сам пробовал и, типа, чувствовал, что некий разгон, конечно, это дает. Но, на мой взгляд, однозначно ты понимаешь, что ты будешь потом расплачиваться за это. Потому что есть некий откат, ну, прям откат, который ты чувствуешь. И очень важно не привыкнуть работать и что-то выдавать из себя на этом эффекте, когда ты под… Да, ну вот популярная тема как-то вот она стала в последнее время про мухоморы. Я любитель так вообще такой эзотерики, ну, плюс-минус сейчас как-то поменьше. Этим интересуюсь. Больше в психологию. Сейчас вот я как-то начал, читаю там разные статьи, как работает мозг и так далее. Вот. И мне показалась интересна вот история с мухомором. Потому что, в целом, я почитал там микологов известных там разных, вот, разные статьи про мухоморы. Но причем мухомор – это тоже микродоузинг. Да, микродоузинг. Но, как бы, ну, я бы не сказал, это несравнимо, конечно, там, с какими-нибудь псилоцибиновыми грибами, хотя я их вообще не пробовал. Ну, судя по тому, как работают они, это абсолютно разные вещи. Вот. Я больше отдавал предпочтение ежовику грибенчатому, то есть это тоже такой гриб, он еще издревле в Китае использовался. Сейчас у людей такое недопонимание. Блин, как вообще вы переключились на такую тему? Но это очень важно. Да, интересная история, да. Вот ежовик грибенчатый, он такой, он, это такое седативное средство, то есть он вообще там никаким там наркотическим веществом не является, в принципе, как и мухомор. Это такое седативное средство, тебя успокаивает, ты действительно менее такой нервозный становишься. И, в принципе, он очень полезен, потому что он там наращивает какие-то нейронные связи в головном мозгу, то есть он помогает прям вот работать лучше мозгу. Ты хорошо спишь. Вот единственное, вот с мухоморов, вот у меня был такой, то есть покупаешь такой бленд, мухомор и ежовик грибенчатый. И там вот всего по чуть-чуть. Микс. Микс такой, да. И, ну, ты чувствуешь действительно такое вот успокоение, у тебя меньше тревоги появляется. Но это, опять же, это не панацея, это не панацея. То есть если ты сам по себе человек тревожный, если ты в своих проблемах внутренних не разобрался, то тебе никакой мухомор, там никакое лекарство тебе не поможет. Тот же женьшень, например, он тоже очень полезен, и там тоже куча полезных свойств. Можно и женьшень, например, тоже употреблять, офигенная вещь. Вот. Но я вот пришел к такому выводу, что это все равно, когда человек говорит, хочу вот сесть на микродозинг, там, да, потом хочу сесть на другое и что-то вот. Это все поиск вовне. Да, да. Это ты пытаешься что-то притянуть извне к себе внутрь, которое тебе поможет найти себя. Как будто ты ответственность на вещества откидываешь. Это связано, вот любая, вот все духовные люди, очень духовные, очень религиозные, это люди, как правило, очень тревожные, повышенной тревожности. И они, вот я так ходил, это, конечно, сейчас там, я не хочу сказать там плохо про веру, она очень помогает и так далее, но в основном тоже люди перекладывают ответственность. Типа, это не я сделал, это меня бес попутал, там, да, или еще что-то. Вот. А то же самое вот с мухомором, то есть человек в надежде на то, что сейчас у него откроются какие-то там тайные знания там про себя или еще что-то, он вот начинает его употреблять. А по большому счету, как бы он тебя просто успокаивает и все. То есть все равно должна проводиться работа. Конечно, да. То есть если ты в этом состоянии что-то подметил для себя, какой-то инсайт некий, ты такой потом в своем рабочем состоянии должен что-то сделать реально, поменять привычку, либо как конкретное количество часов потратить, чтобы изменить это в себе. Вообще, вот если ты хочешь себя понять, вот некоторые говорят, вот буду там мухомор там употреблять, микродозировать и задавать себе вот цель, для чего я его пью, вот чтобы там разобраться в себе. Вот чтобы разобраться, например, в себе, тебе надо просто посидеть, просто помедитировать даже, да. Медитация не относится к духовным практикам, она относится больше к психологическим практикам. Ты просто замедляешь свой мозг и вот ты просто посиди в тишине и делай это на регулярной основе, 10-15 минут каждый день. Гуляй, ходи, больше рефлексируй, пиши дневники. Вот у меня, например, есть дневники с 2017 года я веду записи. С периодичностью, конечно, не всегда, но вот бывают какие-то мысли, вот что-то меня, например, там тревожит, да, какая-то вот мысль, мне ее нужно выплеснуть, не держать себе, я ее просто записываю и все. Я написал, потом там спустя там 10 лет читаешь, такой, о, какой я там раньше был там наивный, например, да, или какая мысль была интересная. Поэтому я считаю, что все вот это внешнее, все эти поиски, айваска, те же люди ездят там, да, в Перу там проходят вот эти все церемонии. Да, конечно, там человек получает стресс там нервной системы какой-то, да, он там как-то обнуляется, что-то делает, какие-то выводы, но ты можешь это сделать и так, абсолютно. Я с тобой согласен, просто, возможно, это потребует больше времени и больше усилий. Люди не хотят себе признаться, что, блин, а я, наверное, может быть, мало времени на это потратил. Есть легче путь, есть вот волшебное что-то а-ля, что ускорит процесс. Хотя, по сути, да, ты потом, это знаешь, это внешнее воздействие, очень важно потом не быть зависимым от него. Потому что если твоя опора — это твое тело и твой мозг, и твоя привычка находить эти возможности, то что бы ни случилось, какая бы геополитическая там ситуация в мире не происходила, а сейчас, ну, типа, мы все понимаем, что супер, да, тревожно и тяжело. У тебя опора — это ты сам, тебе не надо бежать в магазин за какими-то таблетками. Ну, или вообще, вот, если ты представляешь, ты привык на айвазке сидеть, а тут бац, а вот у тебя сейчас нет айвазки. И ты, а как ты с этой ситуацией справишься теперь? У тебя же, ну, типа, на подкорке, вот, есть какой-то инструмент, который помог мне в прошлый раз. Видишь, тут очень сложно все. Это все, как бы, я считаю, это, с одной стороны, это тоже и тренды, запущенные, опять же, могут быть чисто для маркетинга, то есть это продается сейчас все, да, открыто, спокойно. Хочешь, можешь мухомору заказать на сайте, тебе там разных видов его привезут, и сушеные там, и таблетированные и так далее. Вот. Но дело в том, что просто это может, это не вызывает зависимость, но психологическая зависимость, ты от нее никуда не денешься, если ты с ней не работаешь, вот, в трезвом сознании. Если ты над ней не работаешь, то она никуда не денется. Я где-то слышал, в статье, скорее всего, читал, вернее, что самые счастливые люди, которые долго живут, это вот, которые каждый день занимаются своей любимой профессией. То есть вот, по сути, если у тебя тупо нет времени рефлексировать, и ты тупо, не тупо, а вот с большим удовольствием каждый день занимаешься вот тем делом, который, от которого кайфуешь, то, по сути, у тебя вот все вот встает на свои места. Но видишь, это тоже утопия, а некоторые думают, что вот у меня, например, да, изначально я очень любил рисовать, да, я и сейчас люблю рисовать, и вот это хобби, которое переросло в профессию. Я не могу сказать, что я всегда кайфую от своей работы, потому что бывает, приходят заказчики там с неинтересными проектами, и иногда ты их вынужден брать, потому что, ну, тебе нужны деньги, это работа, да, вот, и иной раз ты это делаешь просто на опыте, ты просто на опыте, на каком-то уже навыке ты это вывозишь, да. Но ты не поглощен в этот проект, и тебе иногда очень сложно себя в него, ну, погрузить. А может быть вот тогда на, в этот момент, когда у тебя есть наличие достаточного количества денег, и ты вправе и в силе сказать, вот я не хочу это делать, я не буду это работать. Ну, например, так делаю в последнее время. Видишь, то есть… То есть есть проекты, которые мне неинтересны, я говорю, ну, не, ребята, я там сейчас не могу это взять, ну, так вежливо отказываю, вот. Или, например, я понимаю, что вот мне там какой-то фриланс приходит, я вижу, что это вообще как бы, ну, это не про меня, я лучше это время оставлю для себя, я лучше свои проекты порисую, да, какие-то. Круто. Вот, поэтому, то есть любое дело, даже если ты им сильно горишь, рано или поздно это превратится в рутину все равно, и, ну, дело в том, что эта рутина не будет для тебя такой болезненной, как вот люди ходят на нелюбимую работу, да, там, и вынуждены постоянно заниматься тем, чем бы они хотели, не тем, чем бы они хотели заниматься. То есть в большей степени то, чем я занимаюсь, это мое любимое дело, но есть нюансы все равно везде. Тогда вот я все равно хочу спросить такой основной вопрос, вот с твоей точки зрения, ты человек творческий, ты, мы сейчас о тебе много услышали и прям достойно уважения и восхищения даже в некотором плане весь этот путь. Вот что ты думаешь по поводу, на твой взгляд, финансовая грамотность, потому что что это такое для тебя и как ты, допустим, я знаю, что ты дом купил, как ты для себя находишь методы, опции, чтобы с деньгами обращаться, приумножать их, сохранять от инфляции и так далее. Скажи сейчас про финансовую грамотность моей жене, она рассмеется тебе в лицо, потому что в любой магазин, в который мы заходим, первый, кто бежит тратить деньги, это я. Да? Да, я от ранжира на самом деле. Но ты и зарабатываешь. Но я, видишь, я в последнее время, относительно последнее время, начиная, наверное, с того момента, как я уехал в Минск, вот я там вот в Wargaming работал, вот я там начал учиться деньгами как бы распоряжаться. Более-менее. Сколько лет тебе было? Ну, это было там, по-моему, четыре года или три года назад, что-то не помню. Вот. То есть, опять же, вот я пришел к выводу, причем однажды я еще посмотрел подкаст с Денисом Семенихиным, а это фитнес-блогер и… Кто-то еще Айвасочник. Ну, да, он был, но он тоже, кстати, сказал, что как бы можно и без этого прийти к этим выводам. Очень умный мужик вообще, просто крутой. Мне нравится слушать его какие-то ролики там на Ютубе, он там сейчас топит за этих застойков. Титан-финансистой? А, это как стоицизм, как движение. Да, ну, как философия, которая очень древняя, и она близко нам, ну, как бы людям, не восточный, восточного склада, да, более такого европейского. Вот, и он рассказывал там, он же много раньше там инвестировал в недвижимость, ну, и опять же, он сказал, что это удачно просто получилось, вот, ему просто повезло, как он говорил, и мне понравилась его фраза, я прямо вот запомнил, он сказал, что, может быть, я не точно сейчас это назову, но он сказал так, что нужно стремиться зарабатывать столько, чтобы ты мог с этих денег что-то себе отложить, и при этом ты не ущемляешь себя в обычной жизни. То есть ты можешь себе там позволить заниматься своими там какими-то делами, там, на развлечения там и так далее. То есть нужно стремиться, в первую очередь, к хорошему заработку, чтобы у тебя был достойный, как бы… Экстра. Да. Экстра деньги, которые можно либо инвестировать, либо что-то с ними делать. Потому что когда ты, ну, зарабатываешь немного, и ты еще с этого пытаешься отложить, это будешь очень долго копить, это такая история трудная на самом деле. Я не согласен, потому что привычку ты вырабатываешь всегда, можно привычку вырабатывать на… Но жизнь-то у тебя-то одна, то есть, понимаешь, жизнь-то проходит, и вот ты копишь, копишь… А ты никогда не знаешь, в какой момент тебе прилетит 10 миллионов или 100 миллионов, и если ты к этому моменту уже будешь понимать, о, а я могу эти 10 миллионов x2 сделать, то ты в моменте, тебе так повезет, заработаешь 10 миллионов, а не тратя 200 рублей все это время, ты не поняв, как все-таки это сделать, ты упустишь эту возможность и повезет какому-то другому человеку. Ну смотри, тут, мне кажется, мы немножко по разных вещах говорим, то есть, когда ты зарабатываешь немного, да, относительно немного, и при этом ты пытаешься еще что-то откладывать, то твоя жизнь ежедневная, она у тебя превращается в постоянное лишение. Почему? Нет, подожди, 100 рублей или 200 рублей откладывать, это не означает, что… И что ты накопишь? Тут не важно, что ты накопишь, тут важно, что ты вырабатываешь привычку, ты меняешь свое мышление, в плане, ты начинаешь интересоваться, блин, вот эти 200 рублей, которые я откладываю, по сути, мне ничего не дают, но я уже их вложил в акции, в крипту, в валютные пары. Ты можешь в акции? Да легко, сейчас через Тинькофф, через брокера можешь покупать, ну любой человек может через… Приклама Тинькофф? Ну типа есть очень много опций. Ну смотри, вот я как считаю… Ну подожди, ты можешь, во-первых, чтобы скачать Тинькофф Инвест, Инвестмент, вот эти вот направления, это ничего, ну тебе экстра знаний не нужно, просто зашел, прочитал все вот эти их объяснения, там же они тебя риском предупреждают о всех, ну, последствиях, последствиях, то есть по сути, опять же, это как с Айваской, это недоработка. Это ты сейчас говоришь о новых методах заработка. Нет, они всегда такие были. Нет, понятное дело, но для человека, который вот, например, работает, там откладывает деньги, да, мотивация какая, вот вложить в что-то, да, то есть это новый способ источника дохода, поиска источника дохода. Это не просто про откладывание, понимаешь? Кто-то же просто откладывает и ничего не делает, и работает так же, понимаешь? Я абсолютно с тобой согласен, нужно в любом случае находить вот прямо сейчас, это к вопросу о том, что в будущем когда-то я начну инвестировать, но каждый человек может прямо сейчас отложить 1 рубль, 10 рублей, сколько ты отложил, не важно, важно, что ты начал менять привычку, потому что, знаешь, как все говорят, когда у тебя будет там 100 тысяч долларов, вот тогда я начну откладывать, знаешь, как сложно начать, когда у тебя большая сумма пришла, практически невозможно, это вот как давление, под которым ты, ну, в один момент раз, и оно тебя придавит. А когда у тебя есть уже вот эта привычка, типа, под этим давлением жить, ну вот я уже на каждой дневной основе то 100, то 200, то 500, то 1000 рублей откладываю, в зависимости от твоего роста, да, в зарплате или в каких-то проектах. Соответственно, ты уже, вот как вот, как качать мышцы, как рисовать картины. Да, да, но опять же, вот видишь, я тоже откладываю, например, я стараюсь всегда откладывать там, у меня там какая-то сумма, потому что у меня есть цели, то есть я себе перед собой ставлю цели там, что мне нужно там, я хочу там машину, я хочу там дом, я хочу там бизнес какой-то свой, да, и, соответственно, там эти деньги я начинаю на эти цели откладывать. Но чтобы эти деньги откладывать и откладывать в достаточном количестве, нужно научиться и стремиться к тому, чтобы у тебя были какие-то новые постоянные источники дохода. Абсолютно. Знаешь, вот и… Либо общаться с правильными людьми. Ну… В окружении должны быть такие, откуда ты можешь черпать информацию. То есть моя позиция такая, то есть я считаю, что если ты хочешь хорошо зарабатывать, если мы говорим, да, про деньги, то тебе, во-первых, нужно… Родиться в богатой семье. Это как минимум, да. Но на самом деле не всегда, то есть эти люди, опять же, это может быть клише, то есть опять это зависит от воспитания, кто-то не ценит этих потом, то, что он родился в богатой семье, кто-то ценит. Вот. То есть я считаю, что в первую очередь тебе нужно вот визуализировать, то есть понять вообще, что ты хочешь. Да и вообще, вот мы отбросим вот эту всю финансовую грамоту, а оно все сводится к одному. Так. Все сводится к тому, чтобы заниматься любимым делом. Вот ты будешь любимым делом заниматься, и у тебя будет все офигенно получаться, и ты будешь зарабатывать, деньги сами тебя найдут. Супер, тогда, исходя из всего этого, я с тобой абсолютно согласен, исходя из всего этого, есть люди, которые кайфуют от того, что зарабатывают деньги, инвестируя и распространяя финансовую грамотность эти инструменты. Просто дружи с ними, находи общие и делай, делегируй эту задачу на всех людей. Если ты хочешь быть богатым, да, миллионером, то иди в банковское дело, иди занимайся финансами. Нет, давай не будем никакие давать советы, я просто спрашиваю твоего мнения. Ну, круто, конечно, просто вопрос всегда такой, что мир очень быстро меняется, и то, что вот было 20 лет назад, уже другое, 10 лет назад, ну, совершенно быстро вот так все меняется. Я считаю, во все времена, во все времена, помимо, неважно, какой ты человек творческий, либо там у тебя логическое мышление, ты все равно не помешала бы тебе, ну, эту энергию денежную приумножать. Это же ресурс. Как мужчине или как женщине, без разницы, ты же энергию не был, ты же не против, если бы у тебя было больше энергии, не против. А что-то для этого сделать, ну, каждый человек может один, 10 минут в день выделять на это. Просто, опять же, это типа, видишь, вот ты сейчас говоришь, типа, в сторону больше отговорок. Но если бы ты по минуте уделял в день, то ты бы такой, ну, допустим, в Тиньков инвестиции заходить. Ну, опять же, это же, это же, вообще с Тиньковым дело не имею, вообще. СПБ биржа. Да нет, это не мое, понимаешь, это не мое. Я вообще в этих цифрах не понимаю, я не математик, и цифры для меня от меня недалеки. Мне вот, если говорить про инвестиции, мне, вот я как это вижу, то есть, вот я вот купил дом, да, вот, я его там облагоустрою, цена вырастет, и вообще земля, вот для меня земля, это как бы, это такое феодальное, такое классическое, вот, вот оно. Потом куплю себе еще недвижимость, дай бог будут деньги. И вот оно так вот у меня, понимаешь, ну, придет, там, не знаю, там, ядерный взрыв на этой земле, ну, все, значит, профукал ты эти свои инвестиции. Давай закончим наш подкаст на том, что я тебе желаю, чтобы ты оказался прав, и ты в какой-то момент создал свою вселенную в своем денежном финансовом каком-то правиле, установил свои вот эти все рычаги, и тогда я скажу, да, Серег, вот тогда я точно, ты был прав, я с тобой согласен. Ты очень крутой, благодарю тебя, что инвестировал свое время в этот подкаст. И тебе спасибо. Подписывайся на канал. Тинькофф инвестиции. Тинькофф инвестиции. Оплатили все-таки. Все круто. Класс. Кайф.